Знаете, я для телевидения не хочу больше записывать концерты, ну невозможно. Вот многие говорят, мы вас смотрим по РЕН-ТВ. Почему я с РЕН-ТВ сотрудничаю? Ну, мы же с первыми двумя каналами бессмысленно работать. Они боятся всего. Вот из всего сегодняшнего концерта, до трёх утра, который будет, для первого канала годится минут 12, для второго минуты 4, вот так вот скажем. Потому что второй канал особо трусливый канал, они всего боятся, им кажется, вот это есть такое слово, неприличное русское, продюсер. Вот продюсер, слово неприличное, почему? Вы же не можете сказать порядочный продюсер. Вот словосочетание нелепое совершенно. Это так же, как живой труп, порядочный депутат, это оксимарон практически. И вот эти продюсеры, они, оказалось, не надо иметь цензуры. Вот говорят, в России есть цензура, нет цензуры, пока я езжу и выступаю, цензура официально нет. Есть трусливые продюсеры, которые просто за себя боятся. Им кажется, что Путин лично наблюдает все передачи. Вот смотрит, отсматривает и их всех поугольняет. Они просто дрожат за собственные бабки. А на РЕН-ТВ хозяева, друзья Путина, они знают, что Путин не смотрит передачи вообще никакие. И поэтому взаимопонимание у нас есть. Но что вам сказать еще? Наверное, молодежи много в зале, вот еще почему. Да, лет мне много, я живу давно, помню похороны Сталина. Не надо смеяться над возрастом, нехорошо. И я открыл, вот несмотря на это, я открыл блоги в сетях, в интернете. Мне, ну, моего возраста люди говорят, ты с ума сошел, ты что под тинейджера косишь? А мне было интересно. И не зря сделал, благодаря интернету. Знаете, у меня появились надежды, что все не так плохо. В интернете очень много интересных людей общается. Людей, которые не нужны государству, вот так вот скажем. Только надо знать, как тропинки к ним протоптать. Конечно, гадости, мерзопакости тоже много. И троллей такого количества нет нигде, как в интернете, как у нас в России. Не все знают, что такое тролли. Ну, вот я размещу, например. Но это люди, которым вот нет другого удовольствия в жизни, кроме как нагадить кому-нибудь. Вот так. Причем они с утра, пока не нагадят, у них циркуляции крови нет. Я иногда расположу пост, который надо прочитать, ну, минут 20 минимум. 40 секунд, как я расположил, уже приходит мне первое письмо. Вы придурок. И смайлик. Вот это чисто наше. Обматерить и смайлик поставить. Вот. Поэтому им там в интернете хорошо. Потому что, если они выйдут на улицу, скажут то, что в интернете, они смайлик поставить не успеют. Им так в нюх дадут сразу. Поэтому это такие мелкие пакостники. Называются они тролли. И, но есть и наоборот, люди удивительно образованные, с хорошими знаниями. И, знаете, вот, например, приведу пример. В живом журнале. У меня блоги есть и в живом журнале, и в мейле, и в контакте, и в твиттере. А что у Медведева есть, у меня нет. А, у меня нет, только в одноклассниках. Ну, это совсем шняга была бы. Это, извините. И потом, мне нужны мои одноклассники. В Риге, где я учился, провели опрос журналисты. Кто учился в одном классе с Задорновым? 2503 человека. Сидели на одной парте. А еще кто учился в классе, не досчитали сейчас. Еще подсчет ведется этих голосов. Ой. И вот в живом журнале я иногда располагаю посты, где пишу то, что думаю про историю, допустим. Знаете, я тоже добился там результата. Мужик, если не хвастает, он импотентом становится. Поэтому вы так извините меня. Не надо смеяться над возрастом, еще раз говорю. И вот я, например, написал об истории глубины Руси. Пост, помню. А есть такой блог в живом журнале, называется, простите, Проститутка Кэт. Вот что бы она ни написала, она всегда в числе первого. Делал ее пост. Ну, что делать? Ну, вот такое недоразвитие у нас в стране. С постом о глубинной истории Руси я опередил проститутку Кэт. Это серьезное достижение. Я три раза был впереди вот этой вот, то, что я сказал. Но, конечно, на РЕН-ТВ мне комплимент сделали, вообще, комплиментище, вот так можно сказать. Комплимент комплиментов. Они сказали, вы не уходите от нас, сказали на РЕН-ТВ. Знаете, они говорят, наш рейтинг держится на новостях, на вас и на порнографии. Вот это. Потому что, знаете, ну, в интернете интересно с молодыми общаться. Ну, хотелось посмотреть, в глаза заглянуть. И я сделал довольно интересное наблюдение, вот после чего. Я клич такой бросил. Кстати, многие не смотрят РЕН-ТВ. Покрытие РЕН-ТВ не везде есть. Поэтому я иногда из некоторых передач, а на РЕН-ТВ сегодня 30 моих передач крутятся. Они повторяют, потому что у них и порнуха крутится, и я, и новости. Одни и те же. И я повторю кое-что, потому что есть такие мысли, которые хочется повторять и вдалбливать в зрителей. Поэтому кое-что я буду повторять, кое-что, естественно, будет, ну, так скажем, на новом фоне. Потому что год был яркий, об этом я скажу позже. Но вот я не рассказывал по телевидению о том, как я объявил субботник однажды в Подмосковье. Мне хотелось посмотреть, вот кто придет на субботник. Для молодых людей. Бросил клич в интернете. Слушайте, 500 человек пришло убирать природу, представляете? Из них 400 с лишним молодежи до 25 лет. Ну, вообще не въехали в тему многие. Писали письма, Ленин будет или нет там. Кто бревно нести будет. А одна мне написала, скажите, а сколько стоит билет на субботник? Это современное понимание жизни. Ну, я ей ответил, что смотря где, на ВИП-полянку или на элитный пенек. Мы собрались, лесник выделил нам фрагмент леса. Почему я призвал субботник провести? Мало кто обращает внимание на то, как загажена наша родная земля. Все говорят, национальная идея России. Какая национальная идея может быть, когда мы живем на мусорной свалке? Вы попробуйте в лес выехать. Я ехал по тайге тем же путем, которым потом ехал Путин из Ховаровска в Читу. А Путин и Медведев явно смотрят мои передачи. Вот я куда-то поеду, и они ломанутся туда потом. Видимо, не верят мне то, что я рассказываю. А, и у них есть повод не верить. Почему? Да потому что к их приезду, вот я еду, передо мной ФСБшники не бегут с граблями. Не разгребают всю эту мусор весь. В тайге надо субботник проводить. Ну ладно, банки, склянки, там пакеты, бумажки. Знаете, вот было поколение Пепси, а сегодня поколение памперсов выросло. Они где что хотят, там и делают. Они не знают, что если ты нагадил на природе, ты совершил грех. Они просто не знают, им никто этого не объяснял. И субботник надо проводить в тайге. Ну ладно, банки, склянки, понятно, шприцы валяются в тайге, вот эти одноразовые, там, противозачаточные. Почему в тайгу надо для этого идти, я не знаю. Трусы, носки висят. Я в тайге, 300 километров от Читы, мужские трусы на кустах висят. Ну, женские, ладно, понятно, баба как-то может уйти из леса без трусов. Ну, мужик, как выскользнул из трусов и ушел из тайги. Но когда я увидел на обочине, у славян началось слабоумие. Я как славянин это имею право сказать. Кто кроме слабоумных может на обочине, обочина, канава, дорога идет в Читу из Благовещенска. Ой, труба от газопровода. Как она туда попала? До ближайшего газопровода 200 километров. Можете мне сказать? Со мной в соседней машине ехал, в другой машине, мы несколькими машинами ехали, ехал немец один. Он изучает Россию. Ну, он реально в тему не въехал, потому что он спрашивает, а как газопровод работает без трубы? А у немцев же считанные трубы газопровода, это не у нас. Ну, потерял и потерял, все равно работает. Ну, соединили гибким шлангом и все, и нормально. Но, Путин же этого не видел уже, уже пробежали, все прибрали. Я видел в тайге ель высохшую на суку. Готовы? Есть такой писатель, сатирик, Задорнов, сейчас спрашивает. Готовы? Вот он правы. Готовы? Колесо от КамАЗа на суку. Кто этот Светогор-богатырь, который забросил его туда? Он в колеса играл, я не то сказал. Перед девахой хвастался. Конечно, они не видят ничего этого. Путин, когда приехал в Читу, он сказал, что посетит больницу городскую. Так туда, вот клянусь не вру, завезли в больницу здоровых больных. В Финляндии я был, у одного члена правительства в Финляндии спросил, у вас перекрывает движение, когда приедет правительство? Он думал, думал, не потому что отморозок, просто думал, вспоминал. Говорит, да нет. А вот он говорит, было один раз, Путин приезжал. В городе Калининграде, вот мы не будем жить хорошо. Вот это все мусор в башке, на природе, в башке. В Калининграде, между нами, никому не говорите вообще, и не смейтесь вас посадят. Медведев должен был приехать в Калининград, в научный советский институт, прийти в гости. Так в этом научный советском институте, прошу, между нами, ладно? В туалете писсуары сделали ниже. Эта страна не может жить хорошо. Мы из леса вынесли, из фрагмента леса, в тот день, с молодежью, 500 мешков вот такой высоты, черных, с мусором. Как можно выработать национальную идею после этого? Я Никите Михалкову послал смс-ку, мол, приезжай, Никита, у нас так интересно. Он отписал мне, от смс-ил обратно, мол, я не могу, но я вас спрошу, после того, как приберетесь в лесу за собой, приберитесь, пожалуйста, написал. И знаете, вот какое наблюдение. Да, молодежь безусловно способная, но ничего не умеет. Костер развести, дрова нарубить, все я за них делал. Вот раба нашли себе. Они из лесу не выйдут. Вот их заведешь, они не выйдут без GPS-навигатора. Они будут думать, куда флешку вставить? В пень, в мозг, в ухо, в среднее ухо. Ничего не знают. У девушки порезала ногу, я говорю, быстро, подорожник ее парню найди. Он говорит, что такое подорожник? Нормально? Он внедорожник, говорит, знаю. А подорожник? Я говорю, нет, внедорожник не прикладывай к ране, я тебя прошу. Как вы жить будете, молодые, если совершенно не знают закон? С горок дети катаются в интернете. Купаться скоро, на лыжах будут кататься на экране компьютеры. Компьютер должен быть в каждом доме. Но это инструмент. Пассатижи инструмент, молоток и компьютер, современный инструмент. Но я же не могу всю ночь проводить в пассатижах. Кстати, молодежь не знает, что если кто рано встает, ладно, бог подает, они думают, кто рано встает, тот всех достает. Они не знают, что если рано встал человек и рано лег, если ночью, зачем солнце садится, чтобы человек спать ложился, а всходит, чтобы работать начинал. Иммунитет садится. Они почему все время чихают и кашляют? Потому что они не понимают, как жить. Они дрыхчеглоты такие. Вот вы заметили? Они все время чихают, кашляют, все время шарфами укутываются. Ничего не понимают в жизни. Они не знают, что нельзя после горячего душа на улицу идти, на сквозняке сидеть. Они не знают, что не надо жрать попкорн и запивать пепсиколы, потому что от этого в организме образуется клей. И говорят, мы простудились, вы не простудились, вы обожрались, у вас клей, а клей это по-русски сопли. Они должны вытечь. Нос от слова выносит. Поэтому нос и понос от одного корня, потому что с разных сторон это получается. Они ягоды, молодые ягоды отличают по оберткам орбита. Грибы могут собирать только в гугле. Понятно, проще, в яндексе. Я одному сказал, я одному говорю, я в вашем возрасте мог по муравейнику определить, где части света какие. А он мне говорит, вы уже тогда курили? Человек должен знать законы природы. Знаете почему? Чтоб счастливым быть, а законы юридические, чтобы не посадили. Это разница. И в русском языке это разница в словах. Судить будем по закону или по справедливости. Никто на Западе в эту разницу не въедет никогда. А у нас еще по понятиям. Для нас все-таки природа была всегда важнее. Мы это теряем. Сидим вокруг костра, разговариваем. Они интересуются, спрашивают меня. Как вы думаете, вот изменяла Натали Гончарова Пушкину, допустим. Я говорю, знаешь что, и хочу ему что-то сказать. Успеваю сказать одну фразу. Он говорит, извините, где смс пришло. И мне как-то думать. У них все время. Почему у них смс-очное мышление, пунктирное. Сколько замечательных телевизионных передач с участием молодых, авторов молодых, кстати, юмористических. Но они булькают репризами. Коротковолново так. Бульк, реприза, бульк, реприза. А рассказ никто еще не написал. Миниатюру никто не написал. Сидят за столом. Вот наблюдение. Какое разное мышление. Есть положительные моменты, на мой взгляд, конечно, в мышлении молодых. Они быстрее соображают, чем мы. А у нас знаний больше. И те должны понимать. Друг друга надо понимать. Но, к сожалению, не получается. Сидят за столом. Вот поколение старшее. Пьет, веселятся. Рассказывают анекдоты, тосты. А между ними сидят дети. Злые, злые. Злые дни такие тролли сидят. И все в мобилы. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. И все смсят. Вот как они могут быть счастливыми в жизни после этого? Я стоял у лифта. Рассказывал об этом случае по телевидению. Но повторю. Это очень точное наблюдение. Стою у лифта, жду лифта. Лифта нет. Я могу сколько угодно ждать лифта. Почему? Мне есть о чем подумать. О вечном. Со мной рядом стоит перчик. Представитель молодого поколения. Такой. Даже не перец. Это перчик. Ну, у него вот это. Модняцкие вот эти вот джинса. Такая ширинка ниже колен. Как будто не добежал. Значит. Или картошку принес там с базара. Вот. 15 секунд нет лифта. У него рука задергалась. Все. А мозг отдыхает. Рука дергается. Еще 15 секунд нет лифта. 15 секунд. Вторая рука. Через 40 секунд весь организм в Паркинсон вошел. Вот так вот. Через 50 секунд он вынул мобильный телефон. Думать же не о чем. И он отправлял СМС. Я допустил очень нехороший поступок. Я через плечо заглянул посмотреть. Что он там на СМСе сейчас? Слушайте, а так ловко. Тук-тук-тук-тук. Вот. Слушай, они такие кнопкотыки. Вот. Виртуозные. Тук-тук. Кстати, ученые считают, что из поколения в поколение у человека развивается тот орган, которым больше всего пользуется. Вот такой палец через 100 лет будет. Вот такой. До колен. Тук-тук-тук-тук. Раз. Я заглянул через плечо. Что он там сейчас на кнопкотычит? Такого без чего в данный момент, ожидая лифта, жить не может. Помните, Задорнова говорит, готовы? Во. СМС-ку отправил. Ну ты че? Вот это важно в данный момент. Слава богу, лифта долго не было. Я дождался ответа. Булькнул ответ. Я ничего, ты че? Ну, зато на субботнике они как-то приобщились к природе. Я их разделил на бригады, вы на прав, вы на юг, вы на... Я наполеоном себя чувствовал. На одну бригаду наехали бомжи на полянке, когда они собирали. Сказали, это наше имущество. А те говорят, а мы с Задорном, их вообще чуть сумасшедший дом не отвезли после этого. А одни ребята меня позвали в кусты, ну в хорошем смысле этого слова. И говорят, посмотрите, что мы нашли. Вот я не знаю, че с вами будет. В кустах. Вот после этого скажите, славяне слабо умные или сильно умные? В кустах, кустах, три километра до дороги. Унитаз. Не подключенный, нет. Как он туда попал? Вот я давно живу на белом свете, но я не понимаю, как он туда попал. Или это какое-то поклонение новым идолам, какая-то новая религия рождается там у молодежи. Я их спрашиваю, скажите, вот вы молодые, я не понимаю, как он туда попал. А вы? А у них нет проблем вообще никаких. Они говорят, да с самолета скинули. А он как на самолет попал? Вы мне можете объяснить? Классное пунктирное мышление, рваное мышление. Вот чему им надо учиться у нас непрерывно. Пэрис Хилтон, замечательная передача была, чудесная совершенно. Мне очень нравилось. У Урганта процессор работает на бигабайтовой скорости. Но все равно булькают репризами. Бульк, 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 репризы, репризы, репризы. Непрерывно мышление нет. Пришел один представитель нашего поколения. Один. Им некуда слово было вставить. Жириновский. У него мысль бесконечна, как вселенная. Урган три раза вякнул чего-то. Ну понял, что его никто не слушает. В принципе, бесперспективно это все. А Цикала вообще отошел в сторону. Он и так не очень разговорчивый во всех. А Жириновский говорил, 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 говорил. Потом их всех обозвал и ушел. Даже до свидания мне дал сказать. Я считаю, что перед Новым годом надо подводить итоги уходящего года. Уходящий год очень ярок был на события. Какие-то события прошли мимо кого-то, какие-то забылись. А события есть, которые мы просто будем помнить всю жизнь. Я хочу прокомментировать так, как, ну вот, со своей точки зрения. Что это значит? Многие люди всерьез воспринимают новости. Это большая ошибка. Жить, жизнь это профессия. Многие занимаются самодеятельностью. Послушают новости и говорят, что-то мы плохо спим. А вы не знаете, что вы плохо спите? Выключи телевизор. Будешь спать хорошо. А то дикторы говорят, одеты так. Добрый вечер. А потом... Теракт. Взорвался дом престарелых. Обрушилась школа. Сель, наводнение. Мама съела детей. Дети расчленили папу. Ну, самолет с электричкой столкнулся каким-то образом. И все это показывают крупняком вот этим. Говорят, и в конце говорят, хорошего вечера. Ну, и как спать после этого? Я не включаю телевизор вечером по одной простой причине. Я не хочу плохо спать. Или, если уж вы смотрите новости, прибегните к древней славянской мудрости. Если вы хотите, чтобы проблема тебя покинула, отнесите, найдите в себе силы отнестись к ней с юмором. Ну, тяжело к некоторым проблемам отнестись к юмору. Например, ну, вот ситуация с Сердюковым, там, скажем. Ну, я потом все-таки прокомментирую разные события. Или в Риге, например, идут фашистские демонстрации. Ну, как с юмором, казалось бы, к этому? Можно! Можно! Во-первых, это старые маразматики, которые забыли, кому они служили. Советскому Союзу или фашистской Германии. Некоторых даже в перемешку ордена. Вот так вот, с двух сторон. Старые больные атеросклеротики идут. А наши переживают. Ну-ка, я понимаю их, но сдержитесь, не переживайте. Они поэтому и ходят на демонстрацию, чтобы вы переживали и уходили раньше из жизни. Сделайте им самое неприятное. Не переживайте, они все помрут сразу. Но, как я прикололся, мне многие ветераны потом спасибо говорили. Есть такой бомж у нас, классно в Риге, играет на аккордеоне на улице. Я ему говорю, пойдут маразматики, сыграй марш славянки. Ну, это замечательно получилось. И эти идут эсэсовцы, качаются, а он заиграл марш славянки. И они маршировать начали. Вот так надо относиться ко всем новостям. А то конец света будет. Нормально. Вы в своем уме? Как христиане могут всерьез воспринимать конец света по календарю язычников майя? И никому даже в голову это не приходит, что майя просто царапали на камне, и сцарапали руки, и прекратили на 12-м годе. Ну, им надоело скряпать это все. Потом это еще испорчен календарь, был тальтеками. Нет, Голливуд раскрутил эту идею. Почему? Да потому что миру, тем, кто верховодит миром, надо, чтобы люди жили в страхе. Им надо людей пугать. Если вы что-то боитесь, значит, вы раб. А рабов легче гнать к правильной урне для голосования. Кстати, слова... И люди верят в выборы. Верят. И в конец света и выборы одновременно. И что конец света будет, и первый... И хороший огонек потом голубой покажет. Ну, как это слабоумие. Особенно оно на Западе. Форматное мышление существует. Вот фильм 2012-й. Я в Германии видел, как люди смотрели. Ой, они вообще выходили с... У них кадык из третьего глаза торчал от ужаса. Наши нормально выходят. Говорят, ну хрень. Реально. Ну и у нас образовались вот эти запуганные, верящие в выборы. Как можно верить в выборы? Вы в слова, связанные с выбором, вдумывались когда-нибудь? Урна. Это мусор собирает. Голосование. Голо. Савание. Савание в оголенном виде. Вообще, это же... Вообще, какие раньше слова были? Знаете, по словам видно, как меняется жизнь. Вот почему мне так интересны русские слова. Ну, когда-то ведь слово, допустим, на моем веку «голубой» было хорошее. А сейчас как-то даже небо неудобно «голубым» называть. Или загляните в словарь русского языка, ну, 20-летней давности. Посмотрите слово «трахнуть», «ударить». А сейчас другое значение. А белочка – невинное существо. Загнали черти куда этот смысл. Смотрите, как меняется на нашем веку все. А какие слова были в советском дивном добром прошлом. «Райком» – рай, рай, райсполком – рай, район – рай. Теперь администрация. И вот люди-рабы верят в это во все. И у нас появились те, кто верит в конец света. У меня был в Курске концерт 21 декабря. Вот когда конец света был назначен. Ну, наши раскупили сразу билеты за два дня, потому что надо же как-то встречать это все. Ну, пример подали жители Владивостока. Сказали, ура, мы первыми будем встречать конец света. И в Курске, значит, меня ведут в гостиницу перед концертом. Администратор, ну, есть такое слово русское – ресепшн. Вот, значит, ресепсионистка привела меня, говорят, мы вам ванну полную набрали воды. Зачем? Она говорит, ну, сегодня конец света, придете с концерта, а помыться нечем. А так хоть помоетесь, говорит. Причем всерьез. А на Украине билеты выпустили в рай и в ад. Как вам это нравится? Значит, раз выпустили, покупали. Причем в рай 120 гривен, а в ад 180. А потому что реально там веселуха. Че в этой скукоте в раю делать? Я думаю, что вот так надо относиться ко всем событиям. С чувством юмора. Как мне один пацан прислал письмо, написал. Михаил Николаевич, вот вы все прикалываетесь, рассказываете о своих приколах. Я тоже решил прикалываться. У меня сосед из богат. А богатые особенно боялись конца света. Ну как, а че делать с бабками? Вот как их перевести в ту жизнь? Через кого? Ну многие им помогали, нормально. Попы научились переводить бабки туда. И буддисты лучше это делают. И процент меньше. Но, значит, один пишет. У меня сосед богатый. Его участок рядом с моим, его двор. И он выстроил себе бункер к 21 декабря. Так еле возвышающаяся основная часть земли, еле возвышается над землей. И узкий, как бойницы, окна. Он говорит, Михаил Николаевич, я вам клянусь, я прикалюсь. Вот он должен лечь в бункер 20 вечера. Я в 6 утра не поленюсь, встану и заклею ему окна. Вот так надо принимать все новости. Год был урожайным. Разрешите выразить свое мнение по поводу новостей. Начну с новостей менее ярких. Может быть, не все известны. Всем, но тем не менее. Ну, с такого. Вот я, например, это заметил. В этом году, согласно новой инициативе правоохранительных органов, подать заявление в полицию России можно через интернет. На сайте закона нет. Вот хорошо бы я шутил, да? А ведь я не шучу сейчас. Счетная палата выяснила, что 90% преступлений в России раскрываются только в сериалах на НТВ. Еще интересно. Стали изучать Марс, поверхность Марса, но наши власти засекретили присланные марсоходом фотографии. Потому что, судя по ним, поверхность Марса лучше, чем многие российские дороги. Это я сегодня ехал из Нарвы к вам. Реальная новость. КПРФ официально приняла Ленина в ряды партии. И самое интересное, Ленин не высказал возражений, вы знаете. Были хорошие новости, которые прошли незаметно. В августе месяце купанием в фонтанах закончился гей-парад после встречи их с парадом десантников. Россия вступила в ВТО. На вопрос, как вы оцените вступление России в ВТО, большинство россиян ответили, что они этого даже не заметили. Они привыкли к тому, что в последние годы Россия постоянно вступает. То в это, то в то. Еще интересно. С 1 сентября ввели утилизационный сбор на автомобили в России. Он не коснулся только продукции автоваза. Ну, потому что утиль не может утилизироваться. Лада Ларга выпущена бегать по дорогам. Ну, традиции соблюдены автоваза машина хуже предыдущей. Работники автоваза просят закрыть производство Лады, так как они устали каждый год придумывать разные названия для одной и той же машины. Образование практически стало платным. Вот в этой стране, где столько нефти из-за крома Родины полны, все сделали платным, даже для детей. Ну, что вам сказать. Станут скоро нередкостью такие разговоры школьников. Ты сегодня в школу упадешь. Да не, я на мели. А родители по утрам будут кричать на сына, на дочь. Ты куда? Ты что? Опять в школу? Мы что эти деньги печатаем, что ли? А школьники друг перед другом будут хвастаться. Тебе что, родители на Новый год подарили? Айфон. Лошара, мне 10 часов геометрии. А следующей фразой я горжусь. В России скоро все станет платным, кроме работы. Ну и меня в этом году больше всего поразило то, что снова МММ открылось. Скажите, когда отчизна скудеет идиотами? Я не про Мавроди сейчас. Я про тех, кто опять им деньги понес. Да что же это? Мавроди им сказал, что он им отдаст те деньги, если они принесут эти сегодняшние. Эта страна не может жить хорошо. История России – это дискотека на граблях. Я понимаю, почему к МММ такое внимание. Да, жюлье жюльем, но хоть какая-то альтернатива единой России. Я понимаю, в зале есть чиновники, они, естественно, из единой России. Единая Россия, от вас никуда не деться. Но я вас прошу, вы сегодня так попытаетесь хотя бы раз побыть людьми. Слышите, я на вас приветствую. Знаете, как в народе называют Единую Россию? О, да едим Россию. Я сделал одно наблюдение, и я скажу шепотом между нами. И еще раз говорю, я шепотом, чтобы никто не слышал. Единая партия России. Три слова. Партия Единая Россия называется. Вот смотрите. Партия. Шесть букв. Единая. Шесть букв. Россия. Три шестерки. Ой, на Сахалине был, там очередной избирался из Единой России. И такой плакат огромный, на доске, на столбе. И он такой холеный-холеный. Ощущение, что рыбьим жиром весь намазан. Вот так вот. А внизу подпись. Мы будем жить хорошо. А кто-то приписал от других. А мы? Знаете, что классно у русских людей? Ангел-хранитель с чувством юмора у нас. Украина, соседи наши. Украина заявила, что хочет изменить позицию с России по газу. Вот какая фраза емкая. Россия ответила, что не против, при условии, что останется сверху. Вот вы согреваться начали потихоньку. Скажите, как можно доверять украинским политикам, я сейчас имею в виду, не украинскому народу, а именно политикам, если Верховная Рада Украины, сокращенно, вру. А партия регионов Украины, пру. Ну, еще такая новость, наверное, не все знают. Михаил Ходорковский пригласил в друзья Юлию Тимошенко на сайте Однокамерники. Ой, а тут Юлию Тимошенко показывали, я с ней не знаком, но все-таки она личность. Она из тюрьмы в этом году попросилась, что она заболела, там голова болит, спина. В общем, попросилась в больницу, три дня там пробыла, говорит, не, в тюрьму обратно. Говорит, за мной Янукович подглядывает через веб-камеры в интимные моменты. Это напечатали, Янукович серьезно ответил, что он не подглядывает, потому что у него нет времени. Скажите, как люди не замечают этого сверхмаразма? Так бы, конечно, показали такие. Тимошенко в камере, действительно, через веб-камеры показывает. Ходит на костылях, вот на таких каблуках. Потому что, ну, Янукович же смотрит, надо же, каблуки. Костыли от Армани, от Гучи, крутые, вот эта коса. А в это время на Украине демонстрации с плакатами, ну, это же, вот, может быть, у меня повышенное чувство юмора, но я не могу. Когда я вижу плакат Юля Невинна, друзья, это гинекологу, это, ну, Юлия Тимошенко все-таки справились наши российские врачи с ее головной болью. Знаете как, ослабили косичку. Вообще, когда я слушаю новости, вот я зачем их слушаю? У меня ощущение, что это сумасшедший дом, мир, в котором главврача выбирают пациенты из своей среды. Причем путем демократического голосования. Китай, ни сон, ни сего, сцепился за какие-то острова, которых никто и знать не знал. У меня ощущение, что это наши подсказали. Сказали, а не у нас острова, а вы у них потребуйте, пожалуйста. Стрелки перевели, Китай потребовал, Япония сказала, не отдадим. О, в ответ на это Китай выпустил карту мира без Японии. Немножко о зарубежных новостях. У нас президент, вот он все-таки питерец, он приколист. Ну, мало того, что Угу Чавасу в этом году подарил щенка. В газетах писали, щенок от Путина. Придурок на придурке. А сейчас он в Корею собирается. Ну, ему сказали, щенка не дарите, мы вас просим. Потому что они и так заявили, что они на запусках ракеты собак съели. А в Японию он полетел, подарил котенка весной. Я не могу, бедный котенок. Че он совершил греховного в прошлой жизни? Но, а что, Путин не знал, что там нельзя ввозить животных в карантин? Этому котенку, а он же от Путина, этот котенок родился. И выстроили здание в аэропорту трехэтажное. Бедный котенок в одиночестве в бешенстве носится по этому зданию. А за ним бегают японцы в масках, маскалатах. И кормят его из ложечки. Вы знаете, да, почему Путин подарил котенка Японии? Да вместо курил. Да надо было четыре котенка подарить. На каждом написать кунашир и туруб, уруб, вот так вот. Ну, конечно, главная новость зарубежная. Это выбор Обамы. Я следил за этим соперничеством. Мне очень понравились выступления Ромни. Обама неинтересно. Умно выступал, но неинтересно. А Ромни, вот ему надо с Бушем выступать, конференц вместе организовать. Достойный человек. Когда мне авиатору, представите, что со мной было, когда он сказал, что его возмущает, что в самолетах американских в полетах не открываются окна. Ну, ладно. Задорнов говорит, что они тупые. Но один тупой, ладно. Но ведь ему все аплодировали. И он им говорит, буду президентом, сделаю открывающиеся окна. И ему опять аплодировали. Представляете? Надежда, что будут проветриваться в самолете, в полете. Причем он окна, он не иллюминаторы называл. Но Обама победил. В общем, наши это приветствовали. Вы знаете, интересно, на второй день после того, как выбрали снова Обаму, у нас был найден очень редкий сорт рыбы под Красноярском, там в Енисее. И его в честь того, что Обама победил, назвали эту рыбу Обамой. И теперь любой русский может попить пивка с Обамой. Ну, Обама принял уже новые законы, о политкорректности новые законы он сдал. Теперь нефть нельзя называть черной жирной, только афрозолота. Вот про политкорректность я хочу остановиться. Вот интересно, даже в советское время не было такого лицемерия. Это же надо. Мама и папа, самые дорогие сердцу слова, считаются теперь в Америке неприличными. Потому что оскорбляют геев. И они придумали замену этим словам, юридическую замену. Родитель номер один, родитель номер два. Слушайте, они не тупые, они идиоты. А бабушка с дедушкой? Родитель номер один, родитель номер два? А прадедушка, а прабабушка? Вы не запутаетесь в цифрах вообще? Меня вот что волнует. Что наша власть сегодняшняя, она проамериканская. Ну, часть из правителей наших. Ну, вот Медведев, например. Ему жутко нравится все американское. Вот он вообще в детстве в компьютеры не доиграл. Чего тут его обделили в Питере, я не знаю. Но куда он не приедет, он сразу кнопкотыкать начинает. Его как покажут, он все время... У него знаете, какая кличка? Айфончик. Есть тайванчик, есть япончик, а он айфончик. Кстати, покруче будет, чем тайванчик с япончиком. Его как покажут, он все время вот так вот руками туда-сюда, туда-сюда, вот так вот двигает все время, рассказывает что-то. И он по первому каналу так гордо заявил. Первый канал для домохозяек. Он так гордо заявил. Я получил месседж в Твиттере. Вот ау-у-у, с кем сейчас разговаривал? Потом домохозяйки звонили друг другу, спрашивают, что он в Твиттере получил? Ну, ему нравится подражать во всем Америке. Вот там, милицию в полицию. Как до такой бредятины додумался? Или время перенад... Он думает, что надо все... Он хочет национальную идею России выработать в Твиттере. Знаете, у меня по ощущению, что он даже приличный человек, что ему даже нефти не налили за то время, что он был. Потому что он и так тащится. Ему нравится это все. Ему нравится это все. Он вот... Причем он трогательный, согласитесь? Он говорит и верит в то, что говорит. Вот он верит, что надо сократить часовые пояса в стране. Ну, в Владивостоке тоже поверили, что можно за четыре часа будет долететь до Москвы теперь. А с этим зимним временем... В Германии был неделю назад. Утром светают. У нас весь день Тимас какая-то стоит. Не можешь найти время поработать ни черта. Но я боюсь, что у нас начнет политкорректностью вот этой заниматься. Он же выражается политкорректно, Медведев. Ну, как юрист. Знаете, вот когда с Каддафи вся эта история была, Путин сказал, это крестовый поход против Ливии. Никакой политкорректности. А Медведев сказал, Каддафи нерукопожатное лицо. Вот вы можете мне объяснить? Это лицо с рукой? Это чернобыльский мутант. Если у нас ведут политкорректность вот эту, ну, нет худа без добра. Известное нецензурное выражение будет звучать мягче. Ут, твою родитель номер один будет звучать. Слушайте, а слово полный в Америке тоже нехорошо говорить. Они нашли юридическую замену. Вы готовы? Горизонтально ориентированы. Они идиоты. Полный. Это еще хуже. Полный хоть похудеть может. А горизонтально ориентированы бесперспективно. Потому что расплылся от горизонта до горизонта. Ой, а проститутка нельзя говорить. Проституткой работать можно. Это нормально. Говорить нельзя. Замена. Юридическая. Жертва обстоятельств. Вот если у нас Медведев это ведет, он что-то умудрился подъехать к проститутку и сказать, как у вас с модернизацией. А они ему сказали, переходим с панели на плазменную панель, сказали они. Вот если у нас ведут жертвы обстоятельств, я хочу посмотреть, как стоит стайка, подъезжает джип, пацан говорит, две жертвы, быстро ко мне. Ну, конечно, события, события. Я перехожу только к каким-то событиям более ярким, нежели те, о которых я сейчас упомянул. Ну, Олимпийские игры. Конечно, мы переживали первую неделю очень за нашу сборную. Чиновники орали, кричали, мол, это безобразие, спортсмены не берут запланированные медали. Вы о чем думаете здесь? Это кто планирует медали? Чиновники, потому что они откаты получают за те бабки, которые выделены на эти медали. Они захлебывались в истерическом восторге. Ну, что вам сказать? Один чиновник даже сказал, что американцы победили нечестно. А за них негры выступали, сказал он. Вот это нечестно. И если бы негры не выступали за Америку, наши были бы на втором месте. Вот нормально придумал. Я говорю, а если бы китайцы не выступали за Китай, то наши точняк бы были на первом месте. Ну, один все-таки чиновник, чиновники в спорте хорошие, классные, очень точная фамилия Мутко. Вот в спорте Мутко реальная. У нас вообще фамилии чиновников замечательные. В спорте Мутко, в энергетике Шматко, в медицине голодец полный совершенно. И все думают, что идут правильным Путиным. Так вот, один из Подмутко, который вылез, он сказал, что мы все-таки на первом месте. Он нашел показатель, по которому мы были на первом месте. В общекомандном зачете по количеству выигранных медалей по соотношению к численности трудоспособного населения страны, проголосовавшего за Единую Россию. Ну, все-таки в конце действительно мы порадовались и выручили, милые женщины, вам низкий поклон, наши, хорошее русское слово, бабы выручили. Они взяли очень много золотых медалей, причем вы анализировали, за что взяли, какие медали взяли наши бабы? Это очень показатель серьезный. Борьба, штанга, бокс, молот и тэквондо. Наши бабы реально озверели от такой жизни. Это же как надо ненавидеть мужиков, чтобы на Урале в 19 лет нам надо заняться тэквондо. А у этой, которая молот метнула, спросили, вы как его так забросили? Она говорит, да, дали бы серп, я бы еще не так его заметнула. Ну, мы, конечно, готовимся к Олимпиаде, зимним играм в Сочи. Только у нас на юге зимние игры могут проводиться. Я был этим летом в Сочи. Что я могу сказать? Эмблемой Сочинской Олимпиады должен быть конь, который не валялся. Украли все. Вот знаете, пять колец есть олимпийских, одно украли. Символом Олимпиады будет знак Ауди. О, нормально, вы разошлись, разогрелись, то ли к трем часам будет еще. Ну, что вам сказать? Вообще, судя по смете проведения олимпийских игр, в Сочи с золотыми будут все медали. Кстати, вы знаете, что огонь Олимпиады в Сочи зажжет падающий спутник. Молодцы. Слушайте, вы хорошо как реагируете. Ну, конечно, есть способ. Конечно, многие надеялись на конец света. Вот он спасет от провала нашу сборную в 2014 году. Но вот такая неудача получилась. Ну, есть способ. Чиновники же не хотят заботиться о спорте среди детей, среди нашего населения. Им плевать. Ну, легионеров покупайте тогда для зимней Олимпиады. Негров. Вот. Ну, в ЦСКА играют негры, офицеры российской армии. Ну, и покупайте. Представляете, как? Да, они на лыжах побегут. Им холодно. Им только лыжи, да, и они и без палок побегут. Просто Зузман уже догонять будет. А если не удастся оформить негров, я знаю способ. Знаю. Вот он точняк сработает. Надо в нашу Олимпийскую оформить цыган. Они возьмут все золото. Ну, продолжая тему спорта, нельзя не упомянуть о футбольном чемпионате Европы, который состоялся у наших братьев на Украине. Мне особенно запомнилось. Больше всего я смеялся, когда комментатор сказал, что голландцы проиграли и после игры признались в Харькове. Они проиграли, что их не устроило качество харьковской травы. Пыхнули и не теми загогулиными бегать начали. Ну, наши проиграли. Такого количества оскорблений наши футболисты никогда не слышали. Но Аршавина фанаты поддержали. И завалили в интернете подбадривающими сообщениями. Не грусти, похрусти. Извините, я про ваших. Ну, а, кстати, знаете, почему у Киржакова нет детей? Не попал. Сменили тренера. Это серьезное событие. Тренера сборной футбольной российской Фабио Капелло. Я не знаю, понял он, что сказал в первом интервью, приехав в Россию, но мне показалось это очень умно. Он признался, что первый раз в жизни будет тренировать россиян. И это очень сложно, поскольку до сих пор он тренировал футболистов. Двух год богатый, да? Какие яркие абурановские бабушки. От порадовали нас. Многие считают, что женщины в шоу-бизнесе могут добиться успеха только через постель. Вот интересно, кому ж спели колыбельную бурановские бабушки? Бурановские бабушки не заняли первое место, а должны были. Почему? Устроители Евровидения были в ужасе, что следующий конкурс придется проводить в Бурановске. Еще некоторые новости шоу-бизнеса, может не все знают, но Иван Ахлобыстин все знают, возглавил высший совет правого дела. Такого большого прихода у священника Ахлобыстина еще не было. В квартире Ксении Собчак нашли полтора миллиона евро. С тех пор она получила прозвище Ксения Общак. А Владимир Путин придумал, как поднять рейтинг в будущем и пообещал позавчера, что в программу снос ветхого жилья первым пунктом внесет Дом-2. Еще очень знаменательное событие в шоу-бизнесе. В модном приговоре переодевали Джигурду. Одна женщина и зрительница призналась, я регулярно хожу в церковь, причащаюсь, но тем не менее он мне нравится. Вы, кстати, знаете, что психолог Джигурды посещает психолога? Еще некоторые новости. Олег Дерипаско, наш миллиардер, в этом году наотрез отказался участвовать в программе «Кто хочет стать миллионером?». А инспектор ГАИ, становившись за рулем пьяного Абрамовича, попал в список Форбса. Ну, об Абрамовиче не могу не сказать вот что. В Лондоне закончился суд. Березовский Абрамович закончился в этом году. Судья, англичанка, попросила три месяца отгулов. У нее крыша распала, у нее мозг распался на атомы от этого, потому что, во-первых, трудности перевода. У англичан крыша – это над зданием. А базар там, где продают. Наши завалили нашими терминами, но более всего, вот знаете, нет Гоголя. Вот это жалко. Он бы написал повесть «Как поссорился Роман Абрамович с Борисом Абрамовичем». У этих был шок, у англичан. Два еврея судятся в Лондоне из-за русских денег, которые находятся в Швейцарии. Но больше всего весь мир потрясло, что Абрамович должен Березовскому столько, сколько Греция всему миру. Только у Греции кризис, а у Березовского нет кризиса. Не могут найти, да. Березовский, Березовский фигура, конечно, замечательная. Без него даже скучняк был бы в жизни. Он в этом году обратился к Путину в письме. Я не знаю, что с вами будет. Со словами Березовский к Путину «Пишу вам, как христианин-христианин». Мир сошел с ума. Как это всерьез можно все воспринимать? Некоторые еще новости такие, проходящие. Ну, у Церетели недавно оторвалась пуговица и сломала ему ногу. На втором канале запустили телепроект «Битва хоров». Будут новые проекты. Драка балета, мордовой балалайшников, махалово-органистов. Ну и, наконец, сойдутся Бавкины и Кадышева. Будет мочилово-хороводов. Федор Конюхов, известная личность Федор Конюхов, недавно в порыве гнева искромсал на куски весла, узнав об изобретении мотора. Ну, хорошо, хоть вы. Уже та часть вообще не въехала. Вот так же там вообще все. Для вас. Жанна Агузарова полетела вместе с космонавтами на Марс. Так, дорогу показать. Слушайте, а это у вас лучше смеются, чем здесь. С чем это связано? Или здесь крутые сидят? А тут так. Здесь простые, а там крутые. Смотрите. Так. Расслабились. Комар. Сложная фраза. Комар, севший на голову Федора Бондарчука, не смог пообедать, потому что все... Дайте договорить. Дайте, я для них, я не для вас сейчас. Потому что все время соскальзывал. Дайте послушать, как они смеются. Вы заглушаете. На Николая Валуева недавно оформили каско. А старый моряк, увидев на пляже Тимати, может мне вообще не договаривать ничего. Зарисовал его татуировки. И через месяц нашел клад. Ну, Шатунов так. Через дворы Шатунов убегал от своих поклонниц, пока старушки не отстали. Вот, вот, новость суперская, супер. У Андрея Малахова сломался миксер. Вот, когда ему пригодилось умение трепать языком. А Сергей Безруков, это трогательное. Когда ходит в лес за березовым соком, он не втыкает в деревья трубки. Нет. Он читает березам Есенина. И березы сами плачут ему в банку. На одной из тусовок Иван Урган долго подкалывал двойника Медведева, пока ему не объяснили, что это не двойник. Ну, в шоу-бизнесе есть одно вечное событие. Вечное событие для нашего шоу-бизнеса – это Филипп Киркоров. Любой зигзаг собственного беспутствия он делает достоянием каждый раз всей Российской Федерации. Ну, тут он решил покрестить дочь. Вообще, он редкий перец. Причем, болгарский перец. Недавно Филипп Киркоров решил таки покрестить свою дочь. На крестинах подрались. Борис Моисеев и Сергей Зверев. Спорили, кто же из них будет крестной матерью. Ну, по словам Киркорову, он, конечно, счастлив. После дочери родился сын. Ведь только сын сможет продолжить дело отца. Наследовать титул короля эстрады, жениться на Али Борисовне. Еще связанное событие с Киркоровым Тимоти и Киркоров поссорились. А, как жить дальше? Интернет шумел. Киркоров хотел ударить Тимоти, но не ударил, потому что Тимоти все-таки не девушка. А Тимоти все-таки решил набить морду Киркорову и пошел записываться в секцию по прыжкам в высоту. Ну, а после ссоры Тимоти и Киркорову в Твиттере разразилась война комментов. Рэп для малолеток, подпись Киркоров. Попса для старушек, подпись Тимоти. Старушек-то не трогайте, подпись Бурановские бабушки. Рэп и попса фуфло, хэви метал, вот это да, подпись Медведев. Шли бы вы работать, Дмитрий Анатольевич, подпись Путин. Смотрите, я расшевелил вас все-таки. Шепотом, шепотом. Вот я скажу и молчок в зале, чтоб был. Только вихри враждебные. И расходимся. После того, как Владимир... О, в правильном месте пришел. Эээ, послушайте. После того, как Владимир Путин протестировал Ладу Калину и Ладу Гранту, в томительном ожидании пребывает певица Лада Дэнс. Вот вас посадят, вот вы доиграетесь. Ну и, конечно, пусть и райд. Вот это нельзя не остановиться на этом. Слушайте, вот что с нашим... Гоголь говорил хорошую фразу. Наших людей надо благодарить хотя бы за намерение, потому что у них все равно ничего не получится. Вот как пропиарить вот этих пельземух на весь мир умудрились и вызвать такую агрессию со стороны мировой общественности? Говорят, они спели что-то про Путина. Да, это еще... Их посадили за это, потому что не надо упоминать Господа в суе. Но вот их бы положить на лавку, снять с них гламурные трусы и розгами так врезать, чтобы еще развратничать лет 70 не могли. Нет, устроили из них мучениц. Надо же такое придумать, да? Вот скажите, почему у нас чиновники такие придурки? Причем по отдельности чиновники, нормальные люди, разговариваешь как с нормальным человеком, пошел к себе на работу, придурок придурком становится. Там какая-то зараза в Кремле сидит, наверное, еще со времен Владимира Ильича засела там. Кто туда попадает, крыша взрывается у него. Устроили. Я, когда сказали, что они спели что-то про Путина, я попытался в Ютьюбе посмотреть. Я вообще не понял, что они поют. Вы слышали, как они поют? Как это вообще ансамбля можно называть? У них стадо медведей танцевало на ушах. Там вообще ничего не понятно. Нет пропиаривания, а название. Вы хоть, друзья мои, там наверху, вы хоть в название въехали, вы народу объявите, что это значит. А то мне многие говорят, Пуси это киса по-английски. Киса это для тех, кто учил английский по мультяшкам. Пуси не киса, а пися. А Райт шумный, гневный, бунтующий. Пуси Райт это шумная пися. И в результате там на Западе выходят статьи. Они же знают, что такое Пуси Райт? Что в России сажают за бешенство матки. Ну как вам нравится? А где чувство юмора? Знаете, я посоветовал, надо было ответить им адекватно. Папам! Ворваться на пан-тусовку и в голом виде спеть «Отче наш». Спасибо.